Дом культуры Победа 5 марта медвежонок, зайчик, ежик и волк научат маленьких зрителей дружить, играя, поговорят о важности экологии и грамотности. В Самаре открылась художественная выставка «Портрет женщины». В экспозиции представлены работы самарских художников разного возраста, как профессиональных, так и любителей. Работы выполнены в разных техниках – акварель, масляная живопись, карандашная графика, диджитал арт. Художники отразили в своих работах образы женщин разных возрастов, национальностей и исторических эпох. Веселые и грустные, юные и пожилые, знаменитые и простые, реальные и фантастические. Перед зрителем предстанут абсолютно разные женщины, чтобы напомнить, что красота живет в каждой. Идея выставки – показать, что каждая представительница прекрасного пола уникальна. Ленина, 14. Отправиться в путешествие, не покидая пределы Самары, и это с детьми. Экскурсии о культуре Греции и Египта, Японии. 6 марта расскажут об истории Микеланджело. Посетителям предлагают оставить ненадолго все свои заботы и перенестись в волшебную сказку. Мир красоты и эстетики. Мичурина, 23. В понедельник, 7 марта, идем в роддом. Это спектакль, на который театралов приглашают артисты Самарской площади. Изюминка пьесы в том, что кроме молодых мам и пап, в ней живут и действуют еще нерожденные дети, которые уже отстаивают свои права на будущую хорошую жизнь. В спектакле показаны четыре пары. У каждой своя история и свой финал. 8 марта в историческом парке «Россия. Моя история» откроется персональная выставка изделий Татьяны и Виктора Скляр «Валеные чудеса», приуроченная к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов. На выставке будет представлена богатая коллекция изделий, полностью выполненных из натуральной овечьей шерсти. Главная гордость коллекции мастеров – исторические главные уборы, коллекция платьев и костюмов в народном стиле. На этом все. Всего вам доброго. Пока-пока.